Шалом дорогие друзья! Мы приходим к очень определенной дате 66 лет независимости государства Израиль. Светское государство достигло немалого за эти дни, и есть много разных мнений, некоторые радикальные круги говорят, оно неправильное государство, потому что не Бог стоит во главе его, нет религии, которая давлеет. Другие говорят, нет наоборот, оно правильное государство, потому что народ собирается и исполняется мечта пророков, то что Господь повелевал, собирайте колено Израилевое в обитованную землю. Как отнестись ко всему этому? Вы знаете, мессианское движение по этому вопросу смотрит очень сионистически, то есть мы полны сионизма, и мы любим землю, в которой мы живем, здесь соединилось все. И самое современное, вы знаете, успехи израильской техники, хай-тека, медицины, и здесь соединилось все самое древнее. Наверное, мало где в мире, кроме Израиля, можно увидеть такие древние артефакты, которые находятся здесь. Все сливается здесь воедино. И даже книга книг, которая и древняя, и актуальная, она здесь говорит даже несколько другим языком. Короче говоря, 66 лет назад государство стало. Исполнились слова пророка Исаии, который в 66 главе сказал такие слова. «Кто слышал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один день раз, как сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» Сион родил сынов своих. Собираются сюда люди. Еще одно место хотел прочитать вам, чтобы дополнить всю картину. Это тоже Исаия. Некоторые называют пророка Исаии Евангелием Танаха. Наверное, это так и есть. В 6 стихе 49 главы пророка Исаии сказано. Господь обращается к своему рабу. Рабом Господнем можно назвать Ешуа Хамашьеха. Разумеется, это он. Но это также народ Израиля. Народ, который здесь в первых стихах так и во втором стихе так и сказано. В третьем стихе. «Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». «Ты раб мой Израиль». Конкретное обращение. И вот 6 стих говорит. «И сказал он, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатка в Израиль, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое стерлось до концов земли». Здесь Господь устами пророка определяет три важнейших задачи. Он говорит. «Ты будешь рабом моим», то есть я использую тебя, Израиль, или группа из Израиля, или раб Господень, имеется в виду Машиех, для восстановления колен Иаковлевых. Первое. Восстановить колено Иаковлевых, чтобы евреи почувствовали себя евреями. И для возвращения остатка в Израиль. Эти стихи невозможно никоим образом истолковать иначе, как сказать, про Алию говорит здесь Господь, про возвращение рассеянных сынов Израиля по всему миру, их возвращение в дом, в отчий дом, в Эра Цисраэль. И третий пункт «Я сделаю тебя светом народом» – это то, что огласил Ешуа в Матфея в 28 главе, в последних стихах, он сказал «Идите и до края земли делайте мне учеников». Многие сосредотачиваются только на этом последнем пункте. Он абсолютно важный пункт. Он является проводником того, что имя Бога Израилева стало известным посреди всех народов. Но первые два пункта, они воплощаются в собирании Израиля. 66 лет назад здесь стала страна. И евреи потекли сюда. Их еще здесь не так много. 7 миллионов – это на самом деле еще не то число. Я знаю, что есть может быть еще десяток, а может быть и больше. Люди, которые прячут свое еврейство, те, которые еще думают, что там им в Москве, Нью-Йорке или Вашингтоне или в Лондоне намного более уютно жить. Ведь пока мы знаем, что в один день вы вернетесь все. И здесь будет нечто особенное. Потому что когда совершатся два этих первых пункта пророчества, возвратятся из рая, восстановятся в своей самоидентификации, тогда Бог использует это особенно ярко, чтобы весь комплекс божественного откровения излился на всю землю. Бог делает это. Рука Господня. Мы только соучастники. Но мы соучастники, которые своими руками, своим трудом, своими молитвами, своими желаниями воссоздаем то место, где мы живем. Эрот Исраэль, Израиль, наше государство. Я хочу поздравить всех нас. Нас, живущих здесь. И нас, еще пока не живущих здесь, но скоро, с Божьей помощью, в будущем году в Иерусалиме, в Эрот Исраэль, будущих жить здесь с 66-й годовщиной. И хочу ободрить вас, продолжить молиться за нашу землю, благословлять ее. И быть дипломатами Израиля там, где вы находитесь. Даже если там где-то вокруг вас есть антисемитизм. Говорить с мудростью, с помазанием. Это строит Исраэль. Это исполняет пророчества. Это в комплексе. С тем, что еще сказал, имя мое будет известно до края земли. Восстанавливает Божий светильник на всей земле. С праздником всех вас, всех нас. И пусть Бог обильно благословляет нас. Шалом вам. Шалом Исхайфы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова